Миша охранник ходил, он был на смене. Говорит, видите, все тихо было, гары не было слышно. Гары, наверное, не было слышно, потому что дверь была закрыта, а внутри все зарело. Сбивчиво говорящий мужчина – арендатор этого гаражного бокса. В понедельник около половины восьмого утра он пришел сюда чинить машину. Гараж был закрыт, на дверях висел замок. Но то, что мужчина увидел внутри, его попросту лишило дара речи. На машину что-то горит, у нас ударилось, стекла какие-то черные. Открываю, она выпадает. Я Саша, Саша, за шею, за пульс, а она мертвая. Лицо черное, все обгорело, там у нас крыша. К тому времени 24-летняя Саша была мертва уже 12 часов. Она угорела в машине. Накануне, в воскресенье, в гараже отдыхала компания. Девушка тоже здесь была. Отдыхали по гаражному. С утра были. Пожарили картошку, яйца, закусить. И вот здесь выпивали. К 6 вечера решили расходиться. Всех ждали дома. Мужчина, его товарищи и Саша расстались. Уже все разошлись, я закрыл гараж. Мы вместе ушли. Но, как оказалось, Саша вернулась назад. В гараж девушка попала через вторую дверь. Она была не заперта. Ночевать решила здесь. Обустроилась на заднем сидении разобранного автомобиля. Чтобы согреться, включила тепловентилятор. Небезопасный электроприбор расположила в багажнике. Коварная смесь тепла и алкоголя быстро принесла крепкий сон. Она, видать, включила и уснула пьяно или как, и дуйка, или замкнула. Пламени, которое бы, возможно, разбудило молодую женщину, не было. Обшивка потолка автомобиля постепенно тлела. Салон наполнился едким дымом. Саша задохнулась, не успев проснуться. Длительное использование электрических обогревательных приборов не допускается в связи с тем, что возможно нагревание электрической проводки с последующим ее замыканием и горением мебели, горючих материалов в жилищных условиях. В прошлом году нарушения правил эксплуатации электроприборов стали причиной смерти четырех человек. Нелепая смерть Саши в очередной раз доказала, несоблюдение правил пожарной безопасности может обернуться трагедией.